В Сергеевском районе еще три дома претерпевают позитивные изменения по программе капитального ремонта многоквартирных домов. Суходольские двухэтажки, утеплившие свои фасады в 2017 году, в этом 2020-м решили менять и кровлю. Работают оперативно, с населением нашли общий язык с нами, потому что они советовались, просмотрели все наши крыши, определили объем работы, здесь все в порядке. То есть сначала обследовали, правильно? Да, обследовали они сами, да, не вслепую. С нами поговорили, с жителями в каждом доме они определили объем работ, например, там у нас нам стропила не надо, там что-то еще надо. В общем, закупили эти все стройматериалы. С 2013 года Сергеевский район активно участвует в реализации региональной программы под названием «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области». Из 273 многоквартирных домов, запланированных капремонту по нашему муниципалитету, уже преобразились 46, где проживают 803 семьи. Основными видами работ на домах является утепление фасада и замена инженерных сетей. Это в итоге позволяет снизить энергопотери и сокращает затраты жильцов на коммунальные нужды. В текущем году в фонд капитального ремонта от района были направлены заявки по планируемому ремонту в 58 многоквартирных домах в Сургуте, Серноводске, Суходоле, Сергеевске, Красносельском и Калиновом ключе. По некоторым уже проведены торги, определен подрядчик. В частности, в домах номер 14, 16 и 18 по улице Победы поселка Суходол строители уже приступили к выполнению работ по ремонту крыш. Очень общительные, коммуникабельные и, я же говорю, с населением нашли язык. Потому что это важно. Важно, мы очень довольны в этом отношении. Никакой грубости, никаких там колкостей, ничего они не допускают по отношению к нам. По отношению к ним мы точно так же себя ведем. Сложились тройматериалы, никакие огороды, ничего не тронули абсолютно. С обновлением кровли здесь все понятно. А жильцы сообщили, что у них уже есть даже планы на будущее. Они спланировали обновить отмостки своих уже немолодых домов, чтобы строения были защищены снизу так же надежно, как и сверху.